МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. Сегодня у нас в гостях Геннадий Пашин, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Рязанской области. Сегодня поговорим о материнском капитале, о том, как его можно использовать. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, какова роль материнского капитала в обществе? Хочу отметить, что программа материнского семейного капитала в нашей стране начала функционировать с 1 января 2007 года. И основной лейтмотив или причина, по которой государство пошло на этот беспрецедентный шаг, потому что ни в одной стране мира практически нет такого вида материальной поддержки семьи, именно он предусматривался как повышение рождаемости вторых и последующих детей. И если на 1 января 2007 года количество рожденных детей вторых или последующих в наших семьях, оно составляло чуть более 4,5 тысяч, то на сегодняшний день уже количество этих детей в семьях, оно увеличено почти в два раза. То есть сегодня уже почти 7-7,5 тысяч в год рождается. То есть видим, что действительно программа работает, это поддержка семьи, и многие молодые семьи сегодня не страшатся рожать и второго, и последующего ребенка. Скажите, а будет ли проиндексирован материнский капитал? Да, то есть в начале стоимость материнского капитала была 250 тысяч рублей, сегодня это 453 тысячи рублей. Индексация последних два года не проводилась материнского семейного капитала, но принято решение, что с 1 января 2020 года индексация опять будет возобновлена. Мы все слышали про материнский капитал, а будет ли отцовский капитал? Ну здесь материнский семейный капитал, когда по каким-то причинам мама не может его оформить на себя, значит здесь тогда он оформляется на отца или на какого-то ребенка из этой семьи. Ну это бывает очень редко, потому что в основном, конечно, материнский семейный капитал, он оформляется, сертификат вернее, оформляется именно на маму, а уж если вот мама лишена там родительских прав или вот может быть из жизни ушла, вот скорпастью там или как-то, то есть вот такие трудные семейные ситуации бывают, жизненные, тогда да, там мы уже во внимание принимаем отца, ну или если обоих родителей не стало, то одного из детей. На что сейчас можно потратить материнский капитал? Ну, в соответствии с законодательством у нас материнский семейный капитал сегодня можно потратить, это на улучшение жилищных условий семьи, это на обучение детей в различных образовательных учреждениях, в том числе и в детских и дошкольных учреждениях, это задержание детей, это можно направить материнский семейный капитал на формирование накопительной пенсии мамы, также на реабилитацию детей инвалидов, можно направить средства материнского семейного капитала. Что касается улучшения жилищных условий, то здесь как бы два варианта есть. Первый вариант это когда семья пользуется ипотечным кредитованием и берет определенные кредиты, и тогда можно направить средства материнского семейного капитала или на погашение кредита, или на первый износ, или на погашение процентов по ипотечному кредитованию. И второй вариант это когда семья улучшает жилищные условия собственными силами, то есть они сами расширяют площадь жилую и так далее, но без привлечения кредитных ресурсов. Скажите, сейчас обсуждается проект о том, что материнский капитал можно использовать на покупку автомобиля. Вот об этом нам расскажите. Вообще, конечно, каждая семья хотела бы использовать эти деньги. А вот еще одно из условий не назвал направление, на которое можно направить средства материнского капитала. Это можно в семьях, у которых средний душевой доход менее 15,5 тысяч на члены семьи, они могут воспользоваться получением ежемесячной выплаты за счет средств материнского капитала. Она будет составлять в пределах 10 тысяч рублей в месяц. Поэтому вот это тоже одно из направлений. А так, конечно, многие семьи хотели бы направить и на другие виды расходов. Ну и в частности, вот на приобретение автомобиля. Эта тема бурируется давно и уже несколько лет как обсуждается, конечно, наверное, может быть, она и когда-то будет принята законодательно, это решение. Но здесь будут, конечно, я как думаю, различные ограничения. Во-первых, это должна быть машина не экстракласса, то есть она должна именно для нужд семьи, то есть для не очень дорогой должен быть автомобиль и так далее. То есть какие-то ограничения будут. Русский автомобиль, наверное. А? Русский автомобиль, наверное. Ну, будет производство российское или не российское. Ну, наверное, конечно, то есть если деньги государственные, то соответственно, наверное, будет это привязано к тому, чтобы эти виды расходов поддерживали и нашего производителя. Ну, когда этот вопрос будет решиться неизвестно, но, по крайней мере, да, такая тема, она есть в обществе. Но здесь надо вот вывязывать еще то, что помимо федерального материнского семейного капитала, есть же и региональный материнский семейный капитал. У нас в регионе он выделяется при рождении в семье третьего или последующего ребенка, но он управляется настолько на улучшение жилищных условий. И также вот можно получать, если в семье родился первый ребенок, то семья тоже имеет право за счет средств областного бюджета на получение диновременной выплаты в связи с рождением, то если средний душевой доход семьи, у них тоже менее чем полутора прожиточных минимума. Что касается обналичивания материнского капитала не по назначению, есть ли у вас дела такие? Ну, во-первых, для того, чтобы семья имела право воспользоваться материнским семейным капиталом, там должны быть необходимые условия. Первое условие, как мы уже с вами говорим, это должно быть рождение второго и последующего ребенка. Дальше при использовании средств на материнский семейный капитал на улучшение жилищных условий собственными силами, там должно ребенку исполниться не менее трех лет и только при этом условии. Далее, если за счет идет улучшение жилищных условий, обязательно должно быть распределение долей на всех членов семьи, это одна из гарантий того, что приобретенное жилье и так далее, оно будет распределено именно в доле и на детей. Далее, это жилье должно соответствовать проживанию, то есть условиям проживания. И, конечно, когда, вот помню, в первые годы там много было желающих, ну, не много желающих, но были такие пополцновения, чтобы найти лазейки и чтобы эти денежные средства, как бы, обналичивать. И мы столкнулись с тем, что в некоторых регионах на материнский семейный капитал покупали несуществующее якобы жилье. Вот дальше эти деньги перечислялись владельцу якобы этого жилья, а дальше они там его делили и так далее. Мы это, конечно, сразу пресекли, благодаря тогда постановление правительства Рязанской области, где было предусмотрено, что члены жилищных комиссий в каждом муниципальном районе нашей области, прежде чем мы направим средства материнского капитала на использование его, на улучшение жилищных условий, на приобретение жилья, эти комиссии въезжали и проверяли, соответствует оно нормам проживания или нет. Иногда там приходили сарай, ни печки, ни воды, ни света и так далее. И через суды мы как бы отстаивали право своего отказа. Сегодня это уже направление исчезло. Мы практически не встречаемся с нарушением законодательства в рамках использования материнского семейного капитала. Есть у нас 15 судебных дел, по которым признано решение, чтобы семья вернула, как незаконно использованы деньги. И сегодня через службу судебных приставов решаем вопрос о возврате этих денежных средств в казну государства. Что касается оформления, я хочу уточнить. Оформляем на всех членов семьи? То есть мама, папа, дети или можно, допустим, мама и два ребенка? Нет, только на всех членов семьи по долям. То есть если семья из пяти человек, значит, площадь делим на пять долей и закрепляем это все нотариально. И только после того, как такое вот обязательство, обязательство будет оформлено, мы принимаем решение о направлении средств на улучшение жилищных условий. Ну и параллельно хочу еще обратить внимание на то, что сегодня есть разные механизмы получения материнско-семейного сертификата. То есть можно прийти непосредственно в территориальный орган пенсионного фонда, подать заявление на получение сертификата. Можно прийти в многофункциональный центр, подать там заявление, потом через нас получить. Можно подать заявление в электронном виде. И сегодня за счет того, что у нас есть возможность принимать заявление о выдаче сертификата на материнско-семейный капитал в электронном виде, многие отказываются от самой бумажки сертификата и получают его в электронном виде. Это очень удобно для семьи. И в принципе процедура не очень сложная. То есть зарегистрироваться на портале госуслуг, зайти в личный кабинет, зайти через портал госуслуг и там написать в электронном виде заявление. Дальше мы сертификат оформляем, в электронном виде ему в личный кабинет гражданину направляем. И дальше он его может или сканировать, или с подтверждением электронной цифровой подписи, что он уже действительно является документом, использовать и других, где необходим ему. Средства материнско-семейного капитала можно использовать до достижения ребенка в 23 лет. Поэтому сегодня, вот если у нас где-то более 60 тысяч семей как бы уже родили вторых последующих детей, но за сертификатом многие еще не обращались, знать то, что у них всегда есть время. То есть какого-то временного промежутка, срочно получить сертификат нет. Просто надо знать, что предельный возраст по тому ребенку, по которому появилось право на материнско-семейный капитал, вот он достигает 23 года. А что касается справок о материнском капитале, использовали или не использовали, а сколько такая справка действует? У нас есть семьи, которые использовали часть материнско-семейного капитала на обучение детей. У них там деньги остались. Далее они захотели строить жилье, приобретать или так далее. Они, понятно, что тот, тот, та строительная фирма или риэлтор, который заключает с ними договор купли-продажи жилья, он же интересуется, а сколько у них там денег. Понятно, что они приходят к нам, просят эту справку, так это не рекоментировано, то есть это все на усмотрение договаривающих сторон. Если мы справку выдали 1 января 2019 года, а сегодня он ее может принимать внимание или нет, они уже решают сами. А так мы никогда не отказываем, то есть всегда в любое время, горштанин может прийти, взять справку, сколько денег у него осталось еще посредством материнского семейного капитала. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова